Вокал. Три преподавателя, так, и двадцать гитары. Вот и всё. И в общей заработке занимаемся творить. Трое преподавателей показывают. Школа не очень большая. А кто, по барабану, по барабану? Совершенно верно. Вокал. 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 Нет, три барабана, даже не вокал. Ну, бас-гитара ещё есть у нас. Да, бас-гитара. Ну, бас-гитара, почему-то, самый такой, вроде бы, нужный инструмент, но, как правило, он тяжело набираем. Но, как же, всем кажется, всем хочется петь, всем там хочется основные партии, да, а вот то, что держит басу, то, что подержит. А вы бас-гитарист, да? Нет. Да. Да, бить от этих людей. Да, бас-гитарист я. Бас-гитар, можно вы про себя немножко расскажите, кто во всем занимается? Нет, я у нас, на самом деле, он... Я нормальный чувак. Я просто вокалист. Я на всё. На нервах играет. На нервах, кстати, тоже кто-то умеет. А вы на чём? На гитаре играет. На гитаре. А у нас на барабан. Я... Ну, я... Я парабан, поближе всего. Да-да-да, к своему, к тёплу, козрою. Продолжаем вопросы. Ну, да, я обещал. Очень добрый день. Вот в данном месте мы с вами сегодня собрались. А были ли у вас другие города, которые ещё раз наподобие в школах? Да-да-да. Может быть, какие-то вам запомнились? Или где-то вы сами пробовали своих преподавателей? Ну, у меня, естественно, была в жизни такая ситуация, когда мы в классе мы вдвоём открывали там другую школу, такой широкую школу. У нас класс. Я преподавала вокал, там, у меня на барабан. Он всё долго не подержал, потому что ученики были очень странные. Ну, и так, они, пожалуй, хотели сделать, типа, ну, фитнес, они такой. То есть, чтобы все эти работники в бизнес-центре ходили, просто выиграли там, смогли пилотер и возвращались на работу. Ну, там города, ну, недавно, по-моему, в этой же сети были, практически. То есть, это же сеть, да, по-моему, нет? Трохстат. Да-да-да. Были в Римпинске. Да-да-да. Были в Волгограде. То есть, в нашей же школе и были. Ну, да. Да-да-да. Да, поменьше, по-моему, забылось. Там блинский залчик очень маленький, да. А у вас там не заглушили помещения, да? Пока нет. А вот так лежал у вас там какой-то... Некому. Там у нас все, полный мир, благодать. Там дома находится, замечательно? Никому. Мы потому что здесь поселились, там овощи базы, а здесь мы весь этажом. А вот там овощи базы. Поэтому там арбузики, карабузики и, в общем-то, все хорошо. Не, ну, я не показался, они просто лежат. Мы хорошо устроились. Нет, ну, интересно, всегда пообщаться. То есть, как бы, это не просто кипец, но есть интерес. Это живое общение. Это интересно. С людьми, которые вот только начинают, интересно. Ну, хотя бы понимали, чем поделиться. Нам-то как интересно. Вопросы? Волосочки-то весят еще. А нас, кстати, чаем поели. Мы поем, мы все, сейчас. Я не могу так спросила, и сейчас согреетесь. По-моему, отбегаетесь. Это был классический футбол. У меня уже несколько. Да, можно так. Да, вы, сейчас не подрешается, я еще с вами пообщаюсь. Тогда у меня есть возможность. Ну, вы были у нас в городе, лет пять, наверное, назад, с другим составом тракторов. Более, часть из вас. Да, трактор были, лет шестого. Шестого трактора. Какие остались впечатления о нашем городе? Как жителям нашего города, наверное? По-моему, мы были с группой ВАРСа в Туре. Это, по всем музыкантам, вот, в этом московске-патирске знают, что ты говоришь, что ты с той же группой ВАРСа. Это значит, что группа ВАРСа является организатором, что это значит, не менее это рекламы, ничего. То есть, по-моему, это был то ли зебра, то ли сафари, с каким-то таким вот названием, животно-африканское. И там единственное, что села, какого-нибудь рекламы, это была маленькая А4-фишка, на входе, но при всем при этом были люди. То есть, у нас-то было нет. А, вот, это может быть, да? Вот, и, в принципе, несмотря на то, что реально не было никакого обновлечения, люди, был полный клуб, и так все прошло. Город, мы особо так не... На самом деле, мы там проездом проехали, собирали, дальше проехали. На самом деле, всегда жалко, когда ты попадаешь в город, получается, как всегда, приезжаешь, сам человек в концерт, уезжаешь, и никогда не удается посмотреть, никогда нет каких-то экскурсий, все время как-то все вакуумно так. Ну, надеюсь, мы сегодня посмотрим. А, насчет сегодняшнего дня? У вас такая возможность? Ну, вот... У меня была еще невозможность из-за отеля посмотреть. Потому что у меня дветый этаж, и у меня хороший вид на какая-то пиоррама, там, парк... А, диоррама. Да. Я думал, что пиоррама иначе пиоррама. Я вот легко название не разрядил. Посмотрю раму какая-то. Как бы зреологическая раму. Ну, там такой пахнет плохой. Мне кажется, там прикольно весной или это будет. Ну, видно и запомнил. Ну, вот я, можно сказать, увидел город. А с другой стороны, видно, вид на главную культуру. Ах, я вас не показал так. Да. У тебя, кстати, розы и подвижены. Всего не приведу, пока. Смирнов. 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 Давайте еще, может, вопросы какие-то. Посмелее, посмелее. Чего-то вы не разогреваетесь. Мы уже все разогрели здесь. Смирнов и все. Смелее. Расскажите о навязанности ролей угроза. Кто больше пишет? Может, кстати, акцесс? Смирнов. Не покрасим. Смирнов. 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 Песня. Смирнов. 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 Гол làm вещь. Смирнов. 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 Сложно представить, что вы не только человек, который поет в родном'языке, чтобы он не укладывался. Ну, попса-то никто не отменял. Поют тебе и поют, и я тебя хочу, ты меня . В принципе, для мироздания и сотворения последующих поколений, наверное, это всё тоже важно. Вместе о любви и сексе, в принципе. Ну, кстати, богатый, могучий русский язык, и... Нет, мне кажется, единственное, если вас не узнать, в который вряд ли может положить смысл, это Хару Мамбору, много всего. Ну, но вы такие. Да. Так нет, у меня нет фишки в том, что он... Ну, вряд ли он, от двух лет, сначала он поет. Ну, это как раз. Мне кажется, он как раз вдупляет. Вопрос лишь в том, под чем она писалась. Нет, ну, кстати, всегда интересен, когда текст с какой-то загадкой, как раз до чего Александра себя придумывает. О чём? Да, да, да. То есть, как обычно там что-то рассказывает. Ну, как раз от Ромка, по-моему, больше загадок дали. Нет, ну, на самом деле есть... Сопрана? Сопрана? Верика? Девушка? А, у него женщина? У него есть женский составляющий. А вы, может, можно покажете? О, я держу прощения. А, я просто фотографирую, видео срепленное мужчиной духовке. Это турецкого хора один, мужской состав, и у него есть женский состав. Вообще клевые девчонки. А это у вас такой стенд, кто приезжал, да? Ну, я думаю, что да. Это, в принципе, доска рабочая. Иногда она используется. Доска почёта. Ну, а пока, да. А что ж возьмём? Почёта, непочёта. Наши гости. Гостей. А Григорьева Ваньба на фоне «Вокстакс» была. Да, да, да. Все фотосы. А я просто подумал, может, она у вас тоже была? Была. Конечно. Да, конечно. Потому что, почему вы всё... У вас все были? Все-все-все были. А Михаилов был? Кстати, мне недавно сказали, что Григорий Лепс такой довольно-таки продвинутый. В рок-н-ролле он знает все. Кто тебе сказал? Он сказали нам тоже? Не отказывал. Тестасон передал. Он тоже не отказывал, просто у него по времени у Лепса не получилось. Он не отказывал. Он такой «Яааааа!» Да. А я выполню только в своих позитиях. Вопросы? Ребят, в продолжение вашего ответа, скажем, на нынешний вопрос, на счёт того несёт ли вашего музыка смысл и т.д, как и со своей стороны очень хочется сказать, что ваши песни, ваше творчество, не только смысл несут, а как таковой очень сильно помогают, Реально при себе в жизни играешь. Ваше творчество очень сильно помогает с точки зрения мотивации. Не один раз с этим сталкиваюсь, лично я сталкивался, и такие сильные патнические моменты бывают в жизни. Эта музыка, именно ваше творчество очень сильно помогает. Есть такой момент, в плеере, в айподе никогда не бывает такого, чтобы не было ваших песен и не было творчества группы тараканов. Два коллектива, которые всегда... Кстати, вот эта песня меня очень сильно котивирует. Поэтому огромное вам спасибо за это. То, что вы делаете, это не просто так, это не просто ради вашего удовольствия. Это реально к людям несет путь в айпод. Ну, стараемся. Ну вот, кстати, я под эти два последних альбома тараканов, Максима Хэппиева, идеология. Я под нее совершал пробежку, очень отличная стимулировка и мотивирует. А тренировка буквально сегодня была проведена. Ну, вся. Так что, да. Евроньюз тренировали сегодня. Вот мотивирует сразу прям. Странажером в окно и бегом. А если бы, например, запретили завтрашнюю музыку и заниматься? Чему вы это заняли? Ну, мы бы нашли на день. А, например? В подвал. В принципе, там, как бы, я думаю, что любая независимая рок-группа этой страны, что старая школа, что новая, формация все через подвал прошли. Все же пробивали сами, то есть никаких поддержек стороны СМИ до сих пор, в принципе, нет. Как бы, и каналов нет даже тематических. Если там раньше, буквально, если взять назад, ну, не несколько, а пять, был Иван, телеканал, который как-то поддерживал этого. То сейчас этого нет. Поэтому, собственно, может быть, и впереди эти подвалы есть. Никто не зарекается на ничего. Посмотрим. Ну, это дает свою атмосферу, это дает свою результат. Нет, на самом деле, это хорошо, когда группы СМИ начинают. Есть же проекты, в которые вкладывают деньги, то есть, начальные какие-то продюсеры, да? Ну, понятное дело же. Вроде такого, если я на территории нашей страны не заметил. Да, в нашем роке все-таки у нас больше вот идеи. Но, если, кроме того, талантливого, или исполнитель талантливый, то вложение в дуны у него дает что-то. Вот, МС, например, не секрет. У него ведь был продюсер, прямо до недавнего времени. Который вкладывал у него довольно большие деньги. И дал ему старт очень большой со временем. Вот, участие в кинофильмах и так далее. Но он талантливый сам себе. А есть куча примеров, где... Какой бы продюсер ни был, вкладывай, не вкладывай. Там все равно никакого выхлопа нет. В принципе, если людям не нравится такая музыка, то вы насильно мило не будешь, что говорится. По всей музыке это абсолютно нормальное явление. Особенно в 90-е годы. Вкладывай деньги, если я не знаю. Не, ну, знаешь, в Лену Зошеву выхватывают деньги или нет. И, конечно, на буты кому-нибудь... Это просто... Не доложите. Не доложите. Не доложите. Не доложите. Он попал в то время. Не-не, я про... Мне кажется, это все-таки не надо проводить между Эстасом Микаловым и Неприентем самым Лексом. Не, ну, она хотя романсовая музыка. Есть музыка бездавна, а есть даже вот какой-то обыск. Я тоже не говорю. То есть, как бы... Я считаю, что в Лену Зошеву... Не, Лену Зошеву, нормально. Я и говорю о том, что если музыка имеется, он слушает сценарий... Уже имеет право... Он себе дал руку по-любому. То есть, вкладывай... Он мог не вкладывать. А еще один вопрос. А еще один вопрос. Продолжение этой темы. Вот вы говорите о продюсерской работе, о таланте, о роли образования. Мне кажется, это до сих пор для молодых групп, которые появляются вроде бы как... Нужно это музыкальное образование или не нужно, или так, на собственной традиции на таланте. Многие про это потом приходят, впоследствии уже, когда... Мы самолучки. Все, кроме Усина, который закончил единственный человек, который закончил музыкальную школу. Ну, вот, Леничев только он. Но я и не закончил. Он учитывается. Он учитывается всегда. Я считаю, что всегда надо учиться. Неважно, сам поучить или у кого-то. Самое главное, это всегда взываться. Ну, просто определенные знания в базе, чтобы не запитать успеха, они просто помогают в оппозиторской работе. То есть, чтобы связывать вещи своими именами, которые уже названы. Я не знаю. Ну, спокойно, в принципе, можно находиться без этого. Это куча примеров. Мой, собственно, лично. Трактор Боулинг, Боулинг. Мы не знаем никакой грамоты. И общаемся. То есть, сочинять песни это не помогает, но просто упрощает технический процесс. На самом деле, значит... Ну, это хорошо. В любом случае, это хорошо. Если есть возможность этим заниматься. Просто в наше время этого не было. Мы как-то сами снимали какие-то любимые песни. Ну, вокалом заниматься нужно. Потому что самоучение вокалистов – это беда. Руки не отваливаются. У барбанщика бывают определенные травмы, но это не образованность. А вот вокалистам нужно заниматься педагогом. Потому что пару раз сорвешь – тебе потом эти мышцы тоненькие, никто не восстановит. Лучше всю жизнь работать на врачей. Ну, собственно, больше всего занимаются и барабанщики, и вокалисты, наверное. Потому что барабанщик может быть все время в тонусе. Если он не будет заниматься, то там где-то месяц не позанимаешься, уже все. Вот спорт, конечно. То есть барабанщики, насколько я знаю, во всех группах они самые трудолюбивые коммуниканты. Они там ездят, помимо репетиции, часами заниматься. Вот, и вокалисты, конечно. На самом деле все гораздо проще. Рок, вообще, в лазейке – это как явление. Это же неправильная музыка. То есть это само звукоизвлечение. Оно – это как бы такая рандомная тема появляется. Поэтому это уже потом сделали из этого, как бы, о культуре его, повязали к нотам. Большинство музыкантов, особенно там, когда была эра трэш-метал, все же говорили, мы не знаем много, мы просто играем на гитаре, снимаем. У меня такой же опыт, я когда начал играть, просто взял гитару, начал снимать какие-то любимые риффы, постепенно начал свои гитары. И, кстати, существует масса примеров, когда те же самые очень талантливые люди. И у меня есть такие примеры. Сочиняли, играли довольно-таки оригинальную музыку. Но поступили в училище, им там, так сказать, вправили мозг, сказали, вот это неправильно, надо играть вот так. Вот это правильно, с последовательностью, вот так вот. И все, человек стал просто технорём, играя с листа, конечно, хорошо, но сочинять у него не получалось. Прокофьев и Рахмани мы тоже долго прессовали. Дестранинскому будет, Дестранинскому прессовали. Нет, не Дестранинскому. Я думаю, что это не помешает, конечно, образование. Иметь в виду то, что приводит к примеру Сергея, это консерваторское образование, все-таки Гнесиных, например, вот таких серьезных. Тема, где людей переламывают и говорят, что как-то раньше играл это неправильно, а нужно играть правильно. А если я имею в виду школу урока, это более неформальное такое заведение, то я думаю, что этому только польза, по-любому. Конечно, это и опыт. Зачем просто реально каждый раз изобретать велосипед? Да нет, просто человек просто помощь какая-то есть в виде более опытных товарищей, которые помогут подтолкнуть к тому, чтобы он быстрее, например, расстроил инструменты и дальше уже сам исполнял музыку, которую, наверное, собирал. Ну, поэтому это хорошо, что приезжают музыкаты и педают свои люди. Это очень хорошо. Ну, просто многие думают, и мне пишут тоже в ВКонтакте, когда ты начал играть на деталях, ты знаешь, как-то там, типа, как-то там, а напиши мне, типа, таблоту распиши вашу песню. Я говорю, а слушай, а я не знаю. То есть просто получается. Это, в целом, это надо. Чуть-чуть систематизирую. Да, да, да. Я тоже думаю, что вот мое личное мнение, что база, она необходима как начальная база, а потом надо смотреть человек, если он пошел сам, чтобы отпускать его, и пусть он сбоками идет сам. Ну, как в любом деле. Интересный, да. Ну, я вот как всегда назвали, я сказала, я только пошла в музыкалку, там, естественно, никого не прессовали, ничего не делали, там не было в районе 5 лет, и у меня были проблемы с ритмиками. Ну, то есть я как бы, как маленький ребенок, еще не особо понимала все, что к чему. И я годик сидела с родителями, хлопала. Ногами, руками, ногами, руками. А потом это все как бы уже вжилось, и у меня вот эта ритмика уже ничем не отнялась. То есть как бы вот она есть, и все, я поработала над ней, и все. Потом у нас были, например, такие занятия. Ну, я вот поклассу клавишню, то есть мышечная память. Играешь, 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 там того же, там Чайковского или какие-нибудь этитюды, играешь. Потом педагог тебе вырывает свет, ты играешь в темноте. И вот так вот у нас где-то мы год, наверное, вот этим всем занимались. То есть ты реально в темноте не глядя на клавиши, просто нащупываешь и продолжаешь так вот заниматься. И, естественно, у меня была мышечная память потренирована до таких результатов, что можно было начислить. И, кстати, там с шестнадцатого такта какого-нибудь этюда начать играть вот это произведение просто по мышечной памяти. То есть образование вот именно, как бы не столько даже сольфеджио, хотя это, безусловно, ну, помогает очень технично. А ты знаешь, как вызывать эти вещи, и как бы описать грамотно, и поделиться со своим коллегой. Еще и физиологическое образование, оно все-таки помогает. Лишним оно точно. Как ты играешь? А на концертах только вызвала мышечная память и работает. То есть там уже всё отключается. Да, там всё отключается. Даже тексты, они уже как бы идут на уровне просто сжатия картани. Каждый раз у тебя вылаз не всплывает. Это текст, который... Какой антифанты, видишь, что это собой смысл, да, ты его знаешь, ты его уже эмоционально переживаешь, а дальше мышцы. То есть уже там можно найти по-прежнему. Не, я еще не раз. Еще и сферим. Да. Да. Начинающих музыкантами. Да. Работать над собой, работать, работать и не стесняться ничего, не стесняться и падать лицом в грязь, скажем так, и каких-то унизительных моментов, и каких-то провалов. Нет, ну действительно, когда ты играешь перед своим, например, своей группой, какой-нибудь отчетный концерт, тебе кажется, что они тебя там все загнобят. Ни в коем случае, потому что это просто физиологическое действие. Ты тренируешься, и то, что у тебя там какой-то коллега или ты еще выскажешь какую-то критику, это тебя не убьет ни в коем случае, но он тебя это поднимет на какой-то следующий уровень. Мне кажется, самое главное развалиться в первый раз, когда у любого человека были неудачи. Обычно группы сваливаются, когда что-то организовывается. Самое главное разваливаться и подняться. Если пошло, они начинают расслабляться, какие-то другие группы. Ну понятно, это естественный процесс, но самое главное не сломаться сразу. Потому что все ломаются на этапе именно вот записки демо, не получается, значит, в катакт или тимонные процессы кто-то не приходит. Это не факт, что Галя будет так. Так вот об этом вреет, что нужно над собой работать, а не ставить перед собой цель полных залах и какой-то популярности. Потому что когда молодые музыканты начинают думать исключить на сборах, о поклонницах, группе с красотках и каких-то там вилах. Но мотивировать должно говорить больше. То, что ты должен чем-то делиться у него. Пока у тебя как глазами стоит стадион, но за спиной и в голове ты не несешь просто ничего, что ты хотел, чем ты хотел поделиться с людьми, ничего не получится. Нет, у меня по-другому. Я только не делю чипов. На самом деле я на части соглашусь, части нет. Потому что если сразу изначально музыкантцы ставят какую-то мотивационную цель и тот же самый стадион, и анализируют те группы, которые играют его любимые, уже состоявшиеся, как они это делают, допустим, какая музыкальная составляющая, какая-то текстовая, какой посыл, например, и как ты это перерабатываешь в своем творчестве, внося какие-то, допустим, вдохновляясь любимой группой, то это тоже помогает, например, очень сильно достичь определенной цели. Некоторые просто суп теряют за внешний факт, если там... Нет, это просто не теряйте, конечно, да. Шмотки прикупил, инструменты дрова купил, а... Нет, не боятся говорят, что-то. Я имею в виду про творчество, не про имиджу. На самом деле, бывает по-разному, вот как был у меня. Значит, у меня несколько другим очень важным, чем музыка была. Ну, как, в принципе, и у любого подростка, который смотрит интимнее, на которого сваливается вся вот эта медиа-информация, вот эти вот красивые фотографии. Понятное дело, люди придутся, да, это красивая картинка. Со временем, когда ты начинаешь понимать, что музыка – это гораздо шире и больше, чем просто какая-то картинка, вот эта вся внешняя шара, все эти там стадионы, это все остается, понятное дело, но отходит на второй план. Любой человек любит это сексесно, ему как-то нравится успех. Если человек не чувствует, чувствует, что он что-то занимается, но не чувствует, что у него есть какое-то движение наверх. Это, конечно, демотивирующее, так скажем. Но в любом случае, у любого человека, с кем я говорил, даже с теми в том же Довинском, все говорят, что изначально был такой посыл, а потом, конечно, в первую очередь, потому что это занятие музыкой, написание песен, то есть именно занятие каким-то творческим процессом. – Вы знаете немножко о вашей современной жизни группы? Вот «Луна» и «Оркестр», что это, как это, ваше ощущение, станет ли это доброй традицией, не знаю, туры может быть с «Оркестром» или какие-то альбомы? – Об этом мы узнаем 22 октября. – Сложно комментировать то, о чем мы сами не знаем, потому что мы отдали… – Нет, какие даже ощущения, планы может быть, мы еще даже с ними не видели. – Мы не знаем, кто эти люди даже, то есть сами. – Кто все эти люди? – Похоже, мы знаем больше. – Нет, мы сделали от себя, все, мы ждем теперь, вопросы задаем, знаем. – Мы стараемся просто эту тему, естественно, рекламировать, в плане того, что у нас скоро будут концерты, но выйти на прямой контакт с этими людьми нам пока не удалось, это очень тяжело. Почему-то оказалось, видимо из-за того, что у них большая занятость, сейчас у них, по-моему, не знаю, с словами, не 17 октября, в Кропсе, там 9 октября, я думаю, что он занимался, наверное, этим. И, собственно, они нас там заречивали тем, что они уже сделали сколько-то песен, потом они не сделали столько-то песен, в итоге мы назначили первую репетицию в хорбуке, и там мы уже узнаем правду. Собственно, там будут журналисты, и это не будет каким-то секретом, и я думаю, что какой-то репортаж об этом выйдет, и, в принципе, и вы увидите то, что там происходит, потому что это будет первая встреча, и я думаю, что там будет интересный репортаж. Мы узнаем много нового, о том, что они напридумывали. Дрог с Леонидом. Задержён. Такая амантюрная немного история, конечно. Для нас, конечно, это интересная история, потому что мы первый раз, во-первых, в таком крупном зале будем играть. Первый раз, что... Да нет, в зале вы играли. Нет, имеется в виде симфонических оркестров, гимналистичной программы. Вообще, в принципе, настолько переделан, настолько переанжированный, это ещё и симфоническим оркестром. Для нас это абсолютно новая, как сказать, уеха нашей истории. Ну, как пришла, скажите? Ну, у нас... Это внешнее? Нет, мы на самом деле давно хотели сделать именно акустическую программу, как афлакт. Потом пришла идея вообще просто всё переанжировать полностью, переосмыслить две песни. То есть... Оркестр нам подкинул идею, и сама решили не завтра один. Мы бы об этом сами не задумались, потому что это просто не подъём. Ну, вообще, я могу сказать проще. Просто вся эта идея задумалась, когда Лун была беременна. Мы думали, что таким образом мы просто облегчили задачу в том, что будем играть в более лёгком варианте песни, и можем сидеть на стуле. Мы действительно выплатили это на Кубани в том году, когда... Вот. Но идея пошла дальше просто, и из-за того, что действительно один организатор подкинул идею всё-таки выступит с оркестром. Не знаю, почему она ему пришла, но тем не менее. Ну, просто много этого. Мы сейчас в контексте этого пробовали несколько раз на Кубани, а после этого играть со странной группой. И это очень так обогащает акустику. Да, делает её интересной. Поэтому, в принципе, известно, что получится с оркестром. Мы надеемся, что это будет круто. Но, в целом, уже морально мы к этому готовимся, потому что до этого уже более прецеденты игры с Ришей, но иначе её со скрипачкой пить. И это себе пить пить. Да, со скрипачкой пить. Со скрипачкой пить, да. А кто-нибудь был, кстати, на фестивале в Кубани, где можно было всё это послушать? Да. Ну, это не полагаю. Ну, просто... Кстати, задолжен же был быть первый опыт на нашествии, ну, может, есть, типа, к этому моменту, который с ограниченным урезанным отецом. Но вот это, потому что денег не хватило на эту круглую сцену, и, в общем, всё как тут пошло. Круга чаев образовалась. Нарисовалась, да? Ну, ему нужно больше времени на сам чек. Ребята, ну, у вас, наверное, времени вообще не будет. Мы решили не рисковать. Ну, ладно, давайте ещё раз. Я всё-таки считаю, что оно получится круто, потому что, когда ты делаешь песни, переанжировываешь, да, то есть, появляется такая некая уверенность. Ну, понимаете, да? Когда музыкаты делают песни, то есть, как бы, они начинают понимать, что это хорошая песня, это плохая. Здесь, как бы, всё получилось логично и всё очень круто. Особенно то, что песни не просто стали амплактными, они просто переходили, как бы... У нас получается, что... Такая программа довольно-таки разнообразная и интересная. У нас есть там рейкер, получается. У нас там... Рокобили. Рокобили, да. То есть, как бы... Заганчина. Да, да. Заганчина сейчас проводим. Ну, то есть, это не будет такое, что, вот, чувак сел из питания, там, ребята вышли, там, и всё это. А та песня, там, два часа. Всё будет по-разному. Мы решили просто в песнях, которые у нас вот есть в электрическом звучании, подчеркнуть какие-то характерные нотки, которые там нам поскалькивают. Например, Форест Гамп, «Беги, слону Форест Гамп» песня. В ней, очевидно, слышались вот эти вот кантри, мелози, эти гармонии. И в ритмике также слышно более. Вот. Мы решили, что можно попробовать сделать таком, в акустике сделать более рок-н-ролльный кантри, такой американский. Вот. Ну, и получилось всё органично. Потому что там в «Свободе» были какие-то испанские много слышать, на их возникли больше. И решили, что можно, как бы, таким образом разнообразить просто теористические программы, чтобы она была такой камер, ну, как, конфервативной такой, традиционной. Ну, в общем, мы решили, что можно всё, и стали играть. Просто мы сейчас, конечно, не знаем, как это оркестр поддержит, или делают ли они достаточно, как сказать, сходящие, да, в этим стилем аранжировки, и с чем мы там с ним боремся.